Огромный мир Вестероса таит в себе множество нерассказанных историй, и HBO использует этот потенциал в работе над приквелами и сиквелами. Тем не менее, на фоне этой видимой бурной деятельности, слухи о спин-оффе про Джона Сноу по-прежнему покрыты завесой тайны. Один из источников утверждает, что у этой тишины есть причина, и она может не понравиться самым пылким фанатам Игры Престолов. В эфире подкаста The Watch Джоанна Робинсон намекнула, что сага Джонни Сноу может быть закончена, не начавшись. Она даже назвала проект изначально мертвым, хотя она не предоставила никаких конкретных пруфов или ссылок на свои источники, эта информация заслуживает внимания. Затянувшаяся уже на несколько лет приостановка проекта вызывает беспокойство. HBO вкладывает значительные ресурсы в приквел Дом Дракона и в предстоящую экранизацию легенд о Дункане и Эге, а конкретно пока в адаптацию повести Межевой рыцарь о приключениях Сира Дункана Высокого и его роженосца Эга, будущего короля Эггана V Таргариена. Так вот, добавление еще одной ветви спин-оффов к Древу Игры Престолов может показаться сети Warner Bros. непосильной задачей, ведь денег в текущие проекты уже вкладывается немерено. Кроме того, и сам Джордж Мартин анонсировал еще три проекта, самый громкий из которых 9 путешествий Корлиса Вилариана. Кажется, вселенная Игры Престолов рискует стать такой же перенасыщенной и сложной, как некоторые супергеройские франшизы. Плотный график Кита Харрингтона дополнительно усложняет ситуацию. С тех пор, как Игра Престолов закончилась в 2019-м, актер пользуется большой популярностью, начиная с работы над «Как приручить дракона» и заканчивая ролью в MCU. Даже если эти препятствия будут преодолены, главный вопрос остается – а стоит ли вообще снимать спин-офф про Джона Сноу? Игра Престолов завершилась тем, что изгнанный наследник Таргариенов возглавил одичалых за стеной, что является относительно незначительной ролью. После победы над Королем Ночи, север и территория за стеной стали куда менее интересны зрителям. Теперь это холодная, бесплодная пустошь, которая расширяет географию Вестероса, но не имеет повествовательного потенциала. Хотя я не пытаюсь как-то принизить значение этих территорий в мире «Песни льда и огня», сложно представить сюжет, оправдывающий гигантские вложения HBO. К концу Игры Престолов Джон Сноу остался единственным известным Таргариеном, но наезднику дракона нужен дракон, а из них тоже остался только один известный драгон. Их ранее возникшая связь, необъяснимая даже для Дейенерис, намекнула на то, что их судьбы каким-то образом переплетены. В седьмом сезоне Джон, вероятно, благодаря своей крови и сюжетным доспехам, даже подошел к драгону и другим драконам невредимым, чего не удавалось ни одному другому человеку, ведь, как мы знаем из приквела, драконы не очень расположены подпускать к себе кого-то, кроме своих всадников. Однако их финальная встреча вызывает недоумение, Таргариен уважает интеллект драконов, и драгон, несомненно, был свидетелем поступка Джона и последних мгновений жизни Дэнни, и просто еще с ее телом. Многие считают финал сюжетной арки Джона в «Игре престолов» абсолютным провалом в сценарии. Обещанный принц так и не получил предназначения, что делает его воскрешение вообще бессмысленным. Принятие Джоном своего потенциала как Азора Ахая, так и Таргарина может стать центральным элементом поистования спин-оффа. Это может включать в себя и принятие драгона как символа его наследия, а также противостояние прошлому и потере Дейенерис. Соображение коммерческого характера для канала еще более подчеркивает значимость дракона в сюжете. Но, еще раз, после победы над Королем Ночи, Север и все, что за стеной, не представляют никакой видимой опасности для людей, а если таковые появятся, то будут выглядеть совершенно вынужденными и глупыми сюжетными костылями, что делает идею создания спин-оффа вообще абсурдной и ненужной. Возможно, я ошибаюсь, но перспектива возвращения Джона Сноу действительно кажется не очень вероятной. Скорее уж Мартин издаст последнюю книгу. А как считаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться им с друзьями, нажимайте на кнопки под плеером и подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok